всем добрый день сегодня хочу рассказать о своей башне ветрогенератора вот как я делал конструкция насколько я ее укапывал детонировал на такую глубину считаю это очень важным элементом всей конструкции именно жесткость и крепость самой башни вот башню не должен раскачивать ветер раскачивать иначе на махах крыльев на корнях крыльев стаканах там где она крепится к валу или самой коси как там она крепится вот будут возникать дополнительные изламывающие нагрузки то вперед то назад это крыло будет расшатывать если башню расшатывает ветер начинает раскачивать тоже на крыльях и в конце концов у них атаки отломает эти крылья поэтому это нам надо уделить особое внимание как у меня вот такая вот ферма четырехугольная вот здесь вот между стойками сейчас рулеткой промеряем два метра два метра между вот этими стойками в глубину я копал круглые ямы и видно до сих пор да что они круглые типа колодцы такие как бы вот в диаметре в диаметре я не знаю там где-то сантиметров 70 80 где-то так диаметр этих круглых ям и глубина около двух метров но я когда их копал то я уже с ямы ничего не видел тогда я уже перестал копать около двух метров глубина и 70 80 сантиметров диаметр ям вот такие вот четыре ямы плюс между ямами тут прокопанный такой вот видно его знаю как его тут видно бурья нами уже позарастала вот такой вот как бы соединение перешеек такой между ямами но он не глубокий не два метра глубиной но там где-то сантиметров 30 где-то так и вот в этом перешейке в этом забетонированном там толстая арматура связывает вот эти вот стойки она тоже забетонированная толстая такая арматурина приварена вот к этим стойкам снизу приварены пятый такая пята металлическая там уголок или швеллера кусок или еще чего-то чтобы когда кран его ставил вышку оставил я ее краном она не полезна в землю что уголок сам острый если я так просто отрезать он полезет землю и будет лезть 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 там очень глубоко вес самой башни больше тонны поэтому пятый надо поприваривать такие вот ямы круглые и вот такие бетонные их стягивают вот вот здесь эти раскосы чтобы низ не отгинался вот уголок основные стойки у меня уголок 76 миллиметров 76 на 76 и эти стойки идут из 76 уголка до плохо видно сейчас с этой стороны я с этой стороны попробую показать вот тут соединение где заканчивается 76 уголок и начинается вот они уже около 63 вот видно ляпухи приваренные а нижние стойки это 76 уголок перемычки перемычки вот эти вот перемычки самые нижние тоже 63 уголка вот он видно ну а эти уже вот эти раскосы они уже пошли меньше 50 на 50 и там так далее, они все там выше 50 на 50 перемычки, раскосы даже 45 там есть еще выше, а самые верхние по-моему 35 на 35 вот эти перемычки у меня идут через каждый метр примерно, ну сейчас померяем сейчас померяем ну да почти метр тут 100 105 вот эти перемычки идут через каждый метр высота до оси вращения башни 17 с половиной метров 17 с половиной метров высота вот тут вот по внизу 2 на 2 между стойками а сверху квадрат 50 даже по-моему меньше там по-моему 45 на 45 или 50 на 50 ну что-то такое то есть она сходится конусом такой, пирамидой как-то вот вот такая вот башня вот здесь вот тоже приварены вот такие вот раскосы для того, чтобы при установке она не сложилась как бы вот там выше их уже нет чтобы она не сложилась вот ну вот как бы такая башня не знаю что еще сказать это лестница приварена вот такая вот полоса вот тут всякие кусочки труб которые я на металлоломе понаходил поприваривал вот и это по этой лестнице я вылажу аж на самый верх там сверху есть откидная площадка на которую можно вставать сейчас я попробую ее показать не знаю получится ли эту откидную площадку вот она видно да наверное она на зависах я вылазю ее там она проволокой прицеплена чтобы она сама не откидывалась откидываю вот становлюсь на нее и там уже ремонтирую работаю что мне надо соответственно пристегиваюсь у меня пояс есть электричный для электриков там с цепком с крючком когда я вылазю я тоже пристегиваюсь это для безопасности как говорится прежде всего вот ну что еще сказать по уголкам я сказал какие вот стойки 75 дальше 63 перемычки 50 на 50 45 на 45 и меньше вот ширина высота вроде бы все сказал что хотел бетона бетона сюда пошло около трех кубов я уже точно не помню по моему я заказывал для 3 или 4 куба по моему 3 заказывал еще немного осталось еще там во дворе немного залил дорожку да около трех кубов пошло или четырех бетона сюда хорошего качественного сколько уже лет уже шестой год ничего тут ни один камушек нельзя не выковырять не отпадает не лущится очень хороший бетон привезли спасибо вот устанавливал краном приехал кран поставил вот пока кран держал ее чтобы она не упала я натягивал растяжки вот сейчас попробую одну показать растяжку вот она такая растяжка ну в принципе для такой башни растяжки не нужны она проектировалась как бы даже и без растяжек она может стоять такая ферменная мачта вот ну поставил уже растяжки там стали советовать что лучше поставить а есть с чего сделать это тросы с высоковольтной линии очень хорошие кстати тросы они не растягиваются их не надо постоянно подтягивать материал такой хороший проволока ну специальная наверное а здесь просто ямка выкопана вот там бетон она уже травой просто заросло там бетона там немного но она глубокая так сделано что бетон не вытянет она выкопанная как бы клином и залитый туда бетон вот тут у меня вот так пока он ставился башня пока стоял кран держал то я прикручивал вот эти вот растяжки вот этими вот хомутами на болтах прикручивал регулировал натягивал куда мне надо а кран ее держал вот потом кран поехал и приехал сразу за ним миксер который собственно позаливал мне вот эти вот ямы вот когда уже растяжки закреплены уже башня она стояла нормально она никуда не упадет башня выставлена по отвесу стоит ровно кран поехал да миксер приехал залил и все никуда она теперь не денется но зато я теперь уверенный в этой башне может быть может быть да я согласен что запас прочности тут очень большой можно было ее такую крепкую не делать но я проектировал башню изначально под ветряк почти 9 метров он у меня такой и был но потом я его передумал такой большой делать потому что увидел что я с такой мощностью не справлюсь поэтому ветряк стал меньше а башня осталась та же рассчитана под большой ветряк ну я про это не жалею зато башня крепкая я в ней уверен ничего ее завалить не может вот ну вот как-то так если что непонятно что-то не учел варил я ее все сам инвертор обычный инвертор все не очень качественно но я проваривал со всех сторон эти уголки поэтому даже если я что-то где-то и пропустил там или не доварил то компенсировалось тем что он везде со всех сторон проваренный вот если что-то забыл спрашивайте в комментариях по башне отвечу всем расскажу что-то объясню подскажу подписывайтесь на канал всем пока